всем привет практически из края россии мы сейчас приехали в район тириберки для того чтобы протестировать новые креты и здесь я даже не знаю что меня больше всего расстраивает то что этот автомобиль выглядит действительно немножечко странно и мой опрос в инстаграме подтвердил что вы не готовы воспринимать или то что в реальности эта машина поменялась гораздо меньше чем могла бы поменяться потому что вы знаете что маркетинг в корейских компаниях и в киа и хендэ наверное практически 80 уровня и вот этот автомобиль это абсолютно точно доказывает да здесь новая платформа да здесь абсолютно новый дизайн да здесь очень много всяких опций которых раньше никогда не было даже не то что в крете а вообще в этом сегменте автомобилей но при этом чувство того что все-таки где-то немножечко нас ну так сказать обыграли потребителей она все равно остается сейчас поподробнее обо всем расскажу а пока немножко посмотрим на эту фантастическую невероятную и очень суровую природу вокруг ну и насладимся новой кретой если вы конечно сможете насладиться погнали только пожалуйста не говорите какая же страшная машина и кто же нарисовался эти корейцы об этом не говорят не раскрывают имя дизайнера потому что через год через полтора этих машин будет столько на улице что вы просто даже плюнуть будет некуда и как это будет вязаться с тем что вы не хотели покупать что вам не нравилась эта машина всем что они будут везде я не знаю так традиционно пару слов нужно сказать про дизайн вообще в статической презентации этого автомобиля я уже рассказывал но еще пробежимся у нас машина немножко грязная сразу извиняюсь за это но здесь вы увидите какая природа чтобы доехать естественно машина немножко испачкалась и так передняя часть автомобиля и самый спорный элемент это вот эти вот фары которые интегрированы внутрь и состоят из большого количества элементов хотя на самом деле это одна сплошная блок фара но важно здесь конечно другое дизайн все-таки дело вкуса важно то что внутри технологии немножечко поменялись если посмотреть на крету предыдущего поколения то там во первых будет исключительно галоген во вторых были линзовые фары здесь у нас появляется галоген в базовой комплектации и он оснащен линзой а соответственно более богатые означаются светодиодами но светодиоды опять же здесь корейцы подчеркивают что это все-таки такой low budget сегмент исключительно рефлекторные как раз в нашем случае именно такие это означает что не в базовом галогене с линзой не в топовом светодиодном свете вы не получите на самом-то деле хорошее освещение дороги к сожалению здесь проверить нам это не удалось но я на сто процентов ладно на 90 уверен что это именно так галоген в принципе светит так себя тем более что владельцы у которых были галогеновые фары с линзами на хенда говорят что ну цвет средненький ну а рефлекторные фары мы даже тестировали свое время и ну в большинстве случаев рефлектор светодиодей это не очень хороший свет почему сюда не смогли поставить линзу тем более что линза то есть галогене и поставить туда светодиод чтобы действительно был хороший современный классный свет но это вот такой большой большой вопрос они оставили это в более дорогих версиях но здесь этого нет дальше если посмотреть на а вообще знаете вообще вообще у меня такое впечатление что этот дизайн собственно почему он многих раздражает потому что фары сделал настолько не явно что вы смотрите на эту машину она выглядит как будто это крот или какой-то насекомый у которого глаз вообще нет потому что эти узкие дыры лки недостаточно большие для того чтобы быть глазами автомобиля а вот эта часть не совсем выглядит стандартный поэтому просто так вот визуально не считывается но опять же это дело вкуса в остальном здесь все точно так же как последних моделях компании более того крето теперь ее можно сказать называют baby палисадом то есть это маленькая версия самого большого автомобиля в линейке у хенда если раньше это была копия ну как бы санта-фе то вот теперь они смотрят на палисад профиль мы можем увидеть что автомобиль стал более мускулистым и даже вот эти вот изгибы на боковых крыльях они тоже это подчеркивают кроме того автомобиль может как и раньше краситься в два цвета здесь появился такой декоративный элемент в виде бумеранга если у вас правда крыша черная то он тоже становится черным а если автомобиль будет одноцветный то тогда бумеранг будет все время какого-то такого серебристого цвета но опять же я про это рассказывал ну и габариты автомобиля увеличились машина выросла как и в колесной базе так и длине понятно что это совсем чуть-чуть какие-то сантиметра там три сантиметра длина 2 сантиметра колесная база но все-таки габариты потихонечку растут и более того автомобиль стал вместительнее внутри поэтому все эти изменения это не просто увеличение бесполезные свесов а это действительно полезное увеличение именно внутреннего пространства ну и пару слов про заднюю часть понятно что она точно такая же немного шокирующая как и передняя например задние фонари посмотрите состоят из раз два три четырех сегментов хотя на самом деле вот есть вот такая вот пластиковая накладка и задний фонарь в общем то это вот вот этот вот элемент эта деталь но здесь интересно другое то что это все-таки самый низший сегмент автомобилей и low budget где в общем то особо не разгуляешься но хенды демонстрируют свои возможности возможности и производства и какой-то кастомизации то что они в принципе могут предложить для вот такого класса автомобилей вот такой дизайн это действительно круто и действительно необычно и в принципе корейцы сами говорят что ну дизайн может вам не нравится или там еще что-то такое но когда проедет крета и когда проедет другой автомобиль вы действительно обратите внимание запомните вот эту машину а ту другую обезличенную которая выглядит как все не запомните это действительно так ну а в остальном вот пожалуйста посмотрите выхлоп спрятан всякие накладочки которые имитируют алюминий и так далее так далее ну выглядит примерно так же как и спереди необычно дерзко и нужно будет к этому ко всему привыкать а еще про фонари можно сказать то что они существуют тоже в двух вариациях первый это такой базовый где очень много всяких лампочек и где немножечко меньше габаритные огни и нет вот этого сегмента но он просто не используется не горит и соответственно топовое исполнение на светодиодах вот как раз наш вариант здесь у нас уже жирные габариты здесь вот тоже светится этот сегмент ну и выглядит немножко по-другому получше но при этом поворотники даже здесь все равно сделаны на лампочках странное решение так ну и пару слов нужно сказать про салон тем более что здесь изменение конечно же вагон я правда про все про это рассказывал потому что на статистической презентации нас были в том числе такие же богатые автомобили но наверное еще немножко повторюсь может быть кто-то этого не видел и так в целом это у нас полностью новая архитектура салона которая помимо того что получила много всяких технологий она еще и стала дороже и богаче но понятно что сегмент низкий поэтому все эти вот изменения в материалах начнем с них это все по сути бутафоли до появились цвета посмотрите здесь вот теперь такой коричневый цвет пока прерогатива только самый-самый-самый дорогой версии до появилась такая вот отделка сидений смотреть практически бэм в индивидуал 7 серии видите но в остальном весь пластик если вы будете проверять его он такой же вот дубовый вообще нигде ничего такого мягенького приятного не появилось но по крайней мере для глаз это уже работает гораздо лучше кожи тоже не появилась везде используется кожзам идем дальше руль сюда переехал от более дорогих и старших моделей hyundai вот такой вот с таким вот большим огромным ртом и мультифункции выглядят неплохо и на ощупь приятные и форма классная так что здесь никаких претензий панель приборов доступна опять же в двух версиях первое это самая базовая со стрелками попробуем ее найти в интернете показать вам и соответственно топовая с цифровым вот таким цветным большим экраном понятно что у нас все автомобили на тесте именно такие выглядят неплохо меняйте режим и посмотрите появляется анимация плюс там много всякой информации у вас внутри ну то есть прям хорошо и классно карту сюда выводить к сожалению нельзя поэтому информация у вас такая ну весьма ограниченная мультимедиа устройство здесь тоже прорыв потому что каждый раз когда мы берем автомобили на тест естественно с там всякие дорогие версии с большими экранами там все классно приятно потом садишься такую же машину в каршеринге или в такси и видишь что там вот экран вот такого вот размера знаете почти два спичных коробка и все еще какой монохромный так вот прорыв заключается в том что теперь в крете будет доступно два экрана это 8 дюймов и 10 как в нашем случае и это собственно все никаких вам дешевых монохромных жутких экранов больше нет так что две более-менее приличных мультимедиа системы и та и другая поддерживает и apple carplay и android auto так что все функции у вас есть но у нас вот самая дорогая с большим экраном здесь и высокое разрешение 1920 по большей стороне стекло супер производительность и все так очень прям приятно и классно сделано даже есть звуки природы по которой мы смеялись вместе с академиком в целом можно было бы развивать мультимедиа еще дальше потому что иногда бывают лаги и не все функции доступны но в целом это конечно прям вот вау это просто вау дальше смотрим центральную консоль опять же здесь маркетологи опять нас немножечко обыграли потому что здесь все в этом глянцевом пластике вот эта машина немножко получше выглядит вчера мы ездили на другой и там уже этот пластик немножко зацарапался чуть-чуть был побольше пробег ну или просто неаккуратно ездили и поэтому к сожалению скорее всего это ждет все модели хенды и крето в частности потому что пластик не очень дорогой да когда в салон вы садитесь первый раз вам кажется что вау классно а по факту в итоге оказывается что классно ты не очень климат-контроль к сожалению однозонный двухзонной тоже сюда не приехал зато есть настройку вы можете изменять режимы это опять же я уже рассказывал много раз это та технология которая была в том числе в бмв впервые наверно представлена теперь ее все начали копировать это очень удобная вещь потому что иногда вам нужно поставить не знаю там 16 градусов 17 до здесь но вам не нужно чтобы вентилятор работал на полную катушку вы поэтому включаете не 31 это как раз скорость который климат-контроль будет восстанавливать нужную температуру салоне и получаете как бы то что вам нужно получить внизу у нас 2 usb разъем один для зарядки другой для подключения телефона беспроводная зарядка появилась ну и здесь множество всяких функций ручник в дорогих версиях стал электрическим шага переключения режимов вождения и вот здесь посмотрите одно из самых интересных наверное событий для креты это камеры 360 градусного обзора выглядит очень и очень неплохо и более того если вы поставите себе приложение blue link и соответственно купить автомобиль с blue link am то тогда вы можете передавать изображение с этих камер к себе на смартфон когда машина стоит где-нибудь там на парковке еще один момент это музыка посмотрите здесь есть музыка воус и звучит она весьма и весьма неплохо и это тоже конечно прям для креты прорыв понятно что если вы будете там сильно увлекаться то скорее всего у вас будет прибежать весь этот пластиковый салон но по крайней мере вы можете это попробовать сделать и насладиться своими какими-то музыкальными историями вау ну это просто это просто не просто открыть дверь на серебряки когда здесь такой ветер и такая красота и смотрите задний ряд сидений как я уже говорил что изменения произошли в габаритах автомобиля и они в большей части пришлись как раз именно в салон и я сел там может сидеть абсолютно нормальный человек смотрите я сел ну можно сказать сам за собой и место просто как в октаве как автомобили классом выше круто это действительно круто понятно что качество материалов отделки абсолютно такой же может быть даже хуже чем спереди понятно что никакого профиля у заднего дивана нет и я сижу вот так вот абсолютно но ну что хотите воздуховодов сзади тоже нет зато есть usb разъем ну в общем сегмент low-budget автомобиля и даже посмотрите за здесь маленький фонарик для чтения ну и в нашем автомобиле это огромная панорама причем первая часть люка сдвигается вот прям не ожидаешь увидеть в автомобиле этого класса а это здесь есть но самое конечно причиняющие место если просто очень много но для того чтобы вы все-таки не забывались где находитесь здесь положили вот оригинальные коврики даже видите крето написано но выглядит они так как будто из жигулей 88 года хотя там нами ковровки не было посмотрите они никак не держится они ездят и вот в реальной эксплуатации выглядит так вот как неряшливо и совершенно кошмарно еще на радость задним пассажирам появился подлокотник посмотрите два подстаканника и в целом выглядит он тоже очень и очень хорошо единственное как-то не продумано как его оттуда вытаскивать никакой ниши ничего нет его нужно вот так вот прям оттуда выковыривать так и багажник багажник у нас вырос на 31 литр был 400 литров стал 431 не убираем специально чемоданы и вещи как вы просили ведь сабвуфер bows в общем-то но багажник неплохой реально неплохой и традиционного видите еще есть и полноценная запаска то есть место много автомобиль я думаю оценят так что все эти претензии по дизайну все это фигня единственное что не сделали электропривод крышки багажника даже в самой дорогой версии за 2 миллиона его к сожалению не будет ну и начать наш тест-драйв мы решили с оффроудной части hyundai не побоялась привезла нас сюда это так называемый пляж драконьи яйца куда в общем то может доехать любой кроссовер но и крета в том числе с правил здесь конечно вероятно красивая природа около териберки за моей спиной баренцево море которая сейчас прям сильно разбушевалась ну и мы можем сказать спасибо этому автомобилю что мы доехали сюда в целости сохранности в тепле в комфорте без него нам здесь прям совсем совсем не уютно ну и первый участок на который мы попали это такая вот бездорожная без асфальтовая дорога которая как раз демонстрирует как автомобиль себя будет вести в реальной жизни если вы едете на дачу и вот как раз асфальт вам там еще не положили и здесь можно отметить но я думаю что слышно по моему голосу что в общем-то комфорт у новой креты не добавился и наверное примерно так же себя машина вела и предыдущем поколении более того если сравнить с тем же самым дастером каптюром и арканой ну или volkswagen taus который мы недавно тестировали это же много если вот примерно по таким дорогам то там тоже все было немножечко лучше да крета универсальна да она позволяет доехать на телеверку и не боится этого но по крайней мере комфорта вы в ней не найдете тем более что и шумоизоляция скажем так работа подвески на такой дороге тоже оставляет желать лучшего здесь и начинает греметь салон и все это передается внутрь и в общем ну комфорта здесь к сожалению не очень много хотя с точки зрения проходимости опять же все нормально дорожный просвет не поменялся полный привод точно так же как и в предыдущей крете доступен во всех вариантов вы можете купить 1 6 полный приводом можете купить два литра с полным приводом можете купить 16 на механике с полным приводом можете купить на автомате единственная разница то что двухлитровый мотор теперь поставляется исключительно с автоматом вот это они выпилили но по данным корейцев опять же запрос на двухлитровую версию с механика был всего лишь два процента поэтому ну два процента здесь особой роли конечно не играют комфортным это точно не зовешь нет ну и надо понимать что автомобиль исключительно переднеприводный ну как даже когда вас подключается задняя ось распределение крутящего момента будет 63 процента на передней оси и 37 на задней ну и так же как раньше вы можете принудительно подключить заднюю ось заблокировать муфту вот этой вот кнопкой на этой дороге не очень удобно рассказывать но это будет работать только на скоростях до 60 километров в час как только вы прогонитесь чуть быстрее эта функция перестанет работать и автомобиль уже будет подключать заднюю ось по мере необходимости тогда когда он сам это решит сделать и здесь у нас ведь большие камни перепады вода даже есть какое-то подобие брода но машины легко это все преодолевает без особых проблем так а вот сейчас мы сделаем один момент смотрите автомобиль обладает всякими электронными сервисами про которые я уже рассказывал и мы можем отправить фотографию которую который будет сформировано внутри автомобиля камерами 300 градусов к нам смартфон и мы сейчас вот встали прям в луже сейчас мы заглушим автомобиль возьмем смартфон заходим приложение и нажимаем на кнопку сделать фото окружения о фантастическая картинка видимо пытаются максимально сэкономить трафик потому что представьте да как будет выглядеть вообще нагрузка на сервера когда все начнут отправлять свои фотографии сейчас вроде бы и задержка где-то в пять минут между запросами но в любом случае это выглядит круто такое было на бмв а сейчас вот видите это у нас есть и на хенды причем на хенды крето на самом практически базовом автомобиле концерна ух . вчера я поездил на моторе 16 и честно говоря когда нажимал на газ мне все время хотелось смеяться ну в плохом смысле этого слова потому что машина вообще не разгонялась нажимаешь какой-то стоит сумасшедший гул там какая-то прям ну вот истерика разгона вообще нет сегодня я еду на двухлитровой версии и выяснилось что здесь примерно то же самое точно так же машина гудит нажимаешь на газ вот у меня сзади микроавтобус догонял я выезжал на дорогу я нажимаю и понимаю что ничего не происходит но это ладно это лирическое отступление если посмотреть сатистику продаж то в основном покупают как раз версию 16 самую дешевую самую простую и уже дальше ее комплектуют какими-то опциями и общем то здесь хенды подошли правильно они для мотора 16 предлагают практически весь пакет опций который доступен и для двухлитровой версии то есть вы можете себе сделать самую самую богатую машину при этом она будет с полумертвым мотором но опять же крето не тот автомобиль который наверное требует какой-то супер динамики и поэтому в общем то его и выбирают а с точки зрения того чтобы вы просто перемещались пространстве ну даже и версия 16 хватит но здесь наверное стоит вернуться к моим разговорам на тему того что там маркетологи с нами сделали и сделали они очень простую и не очень приятную вещь если посмотреть эту машину туда она полностью поменялась но основные изменения они касаются тех вещей которые на самом деле ничего не стоит и вот то что я говорю что маркетинг там корейцев в этом 80 уровень это действительно так вам продают красивую обертку в общем то я говорю это наверное в каждом тест-драйве и я понимаю что в общем то вам и хочется получить эту обертку эту конфетку и не особо заморачиваться на тему того что там собственно внутри и они этим пользуются они это делают поэтому если вы посмотрите тот же самый пресс-релиз что поменялось что добавилось и так далее вы увидите что большую часть этого релиза будут занимать всякие электронные технологии всякие опции всякие какие-то ассистенты и так далее что на самом деле не стоит ровным счетом ничего вообще ноль ну допустим взять панель приборов электронная панель приборов вау так классно цветная графика анимация там все но если вы вспомните если вы когда-нибудь держали вообще панель приборов физическую как она выглядит то вы поймете что это просто супер сложный супер точный прибор который стоит больших денег что такое кран да ничего зайдите на алиэкспресс и посмотрите сколько стоят экраны 15 дюймов а здесь я могу вам сказать что экран не самого высокого качества ну и тем более он не 15 дюймов так вот эти краны стоят там 3000 рублей 2000 рублей тысячи рублей вы можете купить экран за тысячу рублей но вы не сможете купить приборы где там стрелки ну вот это вот все за тысячу рублей нет этого не может быть но вам здесь это продают гораздо дороже то же самое касается мультимедиа тот же самый экран даже сама музыка все эти там сенсорные технологии все это это не стоит ничего вообще фары до фары дорогие но они не поставили сюда фары которые могли бы как-то подсвечивать дорогу поворотах которые бы вырезали поток и так далее хотя и это тоже стоит не супер дорого да понятно что и поставщики тоже здесь пользуются возможностями накручивают цены и примеру фара цветодиодная стоит два раза дороже чем пара галогенная хотя по большому счету и уже идиоты стоит 3 копейки но я к чему потому что все вот эти вот красивости фантик этот ну вот за него вы платите а все остальное остается прежним шумоизоляция улучшилась до добавили маты там и не знаю в дверях в подкрылках там еще что-то но вы садитесь за роль этого автомобиля нажимаете на газ и слышите hyundai кстати не говорят насколько они лучше шумоизоляцию ограничивают тем что то слишком субъективный параметр который там каждый слышит по-разному на разных частотах и так далее но я сажусь и я понимаю что во-первых шумно от ветра во первых шумно от колес во вторых шум на двигателя ты что они там поменяли но наверное они вот как-то да чуть-чуть улучшили но это все в пределах погрешности вы не почувствуете такой вау вот это да вот это прямо шумоизоляции как это было там на мазде cx-5 когда поставили двойные стекла или как-то было на трешке бм и когда поставили двойные стекла ламинированное лобовое вы садитесь и вы понимаете что да вот это прям тише стало гораздо тише но здесь такого не происходит все какие-то вот миллиметры дальше двигатели остались теми же самыми если посмотреть на китайский рынок если посмотреть на азиатские рынки где еще представлена крета то там уже есть маленькие двигатели с турбинами которые могут вам подавить какие-то другие ощущения от вождения добавить динамики но здесь хенды говорят да мы же сохранили те моторы и те коробки эти система полного привода которые скажем так полюбились нашим покупателям так покупателям полюбилась и стандартная обычная внешность не супер ярко здесь вы тоже так это все выглядит странно просто пытались сэкономить поэтому оставили этот дохлый мотор 16 который не едет и в общем то такой же дохлый двухлитровый двигатель который тоже как показывает практика не едет странно прям очень странно и все вот эти фундаментальные какие-то вещи которые хотелось бы заплатить и которые ожидаешь увидеть от нового поколения их здесь нет даже аэродинамика с измененной этой внешностью брутальный не брутальный неважно она улучшилась на одну сотую был 036 я даже не знал что насколько было все плохо стало 035 но друзья сейчас современные автомобили любые но где-то 03 должно быть я уж молчу про лучшие образцы которые перешли эту границу очень давно и приближаются к отметке там 02 даже так есть но 035 но это как бы вообще то есть как будто аэродинамика никто не занимался просто и более новые технологии более новое производство и так далее позволило но автоматом улучшить и аэродинамику тоже но это явно не тот результат которым хотелось бы гордиться и который я например вообще даже озвучивал то есть это очень странно кстати интересный факт то что платформа у крета на самом деле не солярисная ну понятно что они такие там гибридные модульные но в общем то в основе здесь больше лежит elantra как легковая модель и соответственно туссон как кроссовер вот и еще интересный момент это то что так же как и volkswagen здесь меняется задняя подвеска в зависимости от версии автомобиля если у вас переднеприводная крета то сзади у вас будет балка если полноприводная то многорычажка тоже здесь сэкономили и тоже улучшений к сожалению никаких нет хотя вот сейчас мы едем на 2 литровой версии и не могу сказать что я чувствую какую-то принципиальную разницу подвеска работает ну скажем так плохо то есть хотелось бы почувствовать что да вот здесь многорычажка машина лучше держит дугу лучше проходит какие-то неровности просто комфортнее в конце концов но я этого не ощущаю я вижу что она ну примерно то же самое здесь я наверное пересел бы прямо сейчас мотор 1.6 на двухлитровую то тогда бы наверно почувствовал разницу вот прямо от проехав здесь же эти там 300 метров но я еду их спустя день и я чувствую что просто машина себя ведет не очень она гуляет по дороге она не очень хорошо держит курсовой устойчивость напрямую она не очень хорошо держит курсовой устойчивость в дуге когда мы ехали по плохой разбитой дороге но это тоже было не супер комфортно а если сесть назад и мой оператор надо соврать то там было прям совсем плохо все подпрыгивала и казалось бы а где тогда здесь многорычажка где преимущество этой подвески тоже нет и резюме по поводу этого автомобиля получается такое что с одной стороны да здесь конечно много изменений и изменения эти хорошие правильные все эти системы безопасности электроника и даже самое там телематика которая здесь добавилась это все здорово и классно это будет действительно дарить какое-то удовольствие от вождения каждый день особенно если к автомобилю относиться попроще не разбираться что у него там внутри но с другой стороны цена автомобиля растет несмотря даже на кризис в россии там падение рубля все остальное просто растет из-за этого не получаете каких-то фундаментальных улучшений которые вот так вот по-честному ну хотелось бы получить это странно хотя про технологии нужно сказать наверное отдельно это телематика это сервис blue link который подсоединяется автомобилю и плюс еще мобики которые точно также подсоединяется автомобилю и может передавать вам какую-то информацию в первом случае это полноценное приложение которое дистанционно может отслеживать ситуацию с вашим автомобилем может заводить его может изменять температуру в салоне включать подогревы и даже если у вас есть 360 градусные камеры отправлять картинку с них вам смартфон что конечно абсолютно невероятно такое мы видели только в бмв дорогих тем более еще и версия комплектациях теперь это есть здесь а вторая история это мобики по сути это немножко дублирующая история с blue link но поскольку хенды только-только начинают развивать оба сервиса их сделали параллельными поэтому у вас автомобиле на минуточку стоит три сим-карты первая в регланас вторая в этом blue link и третьего мобики там задача немножко другая там тоже есть телеметрии тоже есть место положение автомобиля но в большей степени именно для телематики и для умного каска который теперь тоже предлагается хенды там у них это называется киберкаска вы можете купить себе страховку по километражу соответственно автомобиль будет передавать информацию что как где почему и так далее за счет этого вы можете сэкономить в конце концов наверное оба сервиса сольются в одно единое целое но вот сейчас это уже есть и это тоже такой как бы элемент интеллектуальности автомобиль тем более что и хенды говорят что как раз крета стала очень умный еще из приятного камера заднего вида получила форсунка умывателя так что каждый раз когда вы будете мыть заднее стекло камера тоже будет в чистоте мелочь а приятно на этом все спасибо что смотрели надеюсь какое-то впечатление о новой крете у вас сложилось напишите в комментариях что думаете нравится не нравится будете ли покупать и до новых встреч пока а